Привет! Давайте сейчас посмотрим на картах Ленарман. Это Лилово-Вишневые сумерки. Что он решил по отношению к вам? К чему он пришел? Каким выводом он пришел? У вас был разговор и каким выводом он пришел? Здесь разделенные две колоды у меня. Я убираю пока Вишневые и буду рассматривать на Лилово для вас сегодня. Мы посмотрим его, его мысли, чувства, действия. Есть ли будущее в ваших отношениях? Если есть, то какое? Какие выводы он сделал и к чему он пришел? Это общий расклад. У меня расклад так. Он один, но варианты я буду рассказывать в процессе расклада. Я работаю только в общем доступе, поэтому всю свою энергию вкладываю именно в общий расклад. Я просто не делаю других. И все, что у меня есть, я здесь вам отдаю. Но потом Высшие Силы, конечно, пополняют все. Я должна буду потом делать медитацию и пополнить свои силы. А сейчас будем смотреть, дорогие мои. Итак, вот что происходит. Эй, смотрите, он сразу вышел. Да он сразу сейчас выйдет на связь. Я пока буду вас искать. Вы пока смотрите на него, пожалуйста. Что он там себе решил, что он надумал. Эта карта не относится, потому что мы берем первую и последнюю после и перед ним. А сейчас мы смотрим вас, ищем. Он сразу вышел. Он сразу выйдет на связь. Это еще раз доказательство того, что расклад будет правдивый. И нам точно подскажет. Вышли тоже недалеко. Он уже готов с вами разговаривать. Я там вижу вас, крысы. Так что вы... Неприятный был разговор, видимо, с ним какое-то время, да? Смотрите. Здесь сзади вас карта крысы. То есть когда-то был неприятный разговор, и он касался того, что ваши взгляды не совпадали по какому-то поводу. Не совпадали, да? Совершенно. Не совпадали ваши взгляды. Вы разошлись в мнениях на ту или другую тему. Вы знаете, на какую тему. И здесь нужно так. Вложить, вот при диагностике, вложить в карту женщины вашего двойника, вашу голограмму. Только на время просмотра. Это абсолютно безвредно. Чтобы глубоко просмотреть вашу ситуацию. А в него, в его карту вложить двойника. И его просто сейчас сделайте это. Это очень просто. И впитайте, да, в него при диагностике это лилия. Это его верность к вам, верное сердце. Это просто двойник уже взял карту лилии. И он сейчас тоже действует. Хоть и он может не смотреть расклад, но поскольку вы в части одного и того же. Одного целого. Расклад будет действовать обязательно. И на него тоже, да? А вы смотрите на букет. Впитайте в себя карту букет. Смотрите, давайте проанализируем крысы и змея. Да, но обе карты животных, они очень горячую энергетику имеют. Крыса имеет энергетику отказаться от мнения о нем. Вам придется в процессе этого расклада отказаться от какого-то стереотипа, от какого-то мнения о нем. Потому что расклад раскроет, раскроет другие новые его грани. Он же смотрит на карту змея. Это, во-первых, говорит о том, что он по-мужски мечтает о вас, да, это мужская функция его и его тоже ум. Так что здесь, вон, человек не глупый. Не глупый, это точно. Я вкладываю карты назад. И это будет расслабленное отношение. Это моя выкладка Кельского креста. Она, кстати, авторская выкладка. Если вы где-то еще видите, нужно знать, что это именно моя авторская выкладка. И кто-то у меня взял. Я ученикам разрешаю, конечно, брать. Но кто не ученик, тот тоже мог взять такую выкладку у меня. Ну, что делать? Это интернет. Просто говорю к слову. А теперь мне, знаете, что придется сделать? Я минуту, я прошу вас прощения. Мне придется поднять немного экран. Карты оказались немного больше, чем я рассчитывала. Поэтому, чтобы все попало в экран, мне придется просто чуть-чуть приподнять все дело. И все. Спасибо за понимание. Вы пока вкладывайте двойника туда своего и вас. Все готово. Сейчас мы посмотрим подробненько. Все подробненько узнаем. Очень хорошая карта вышла. Смотрите, какие карты выходят. Очень-очень хорошие. О, как хорошо. И свидание. Вот смотрите, какие карты выходят. Вам видно, да? Посмотрите, он о вас мечтал даже перед вашей встречей. Потому что карта звезды лежит в основании. Это значит, что это было всегда и всегда будет. Будет вот мечта его, да? Это всегда было, есть и будет между вами. Это очень-очень хорошо. Мечта, карта в основании. Если этот мужчина был раньше женат, не думайте, что там есть соперница. Он не думает об этом больше. Что придет? Придет то, что вы станете родственниками. Он был, скорее всего, женат уже. Или же он кому-то дал обещание. Может быть, маме. Может быть, своим детям. Может быть, племянникам. Кому-то дал он обещание. Но это все в прошлом. Теперь будут между вами новые отношения. Нет, так вот, чтобы было видно вам лучше. Мне нужно, чтобы и вас было видно. Это сложно сделать, да? Вот так. Между вами будут новые встречи. Знаете, был у меня такой случай не один, когда отношения вроде закрылись, а после того, как люди сделали мои чистки, мои расклады смотрели, с тем же человеком возобновилось все. Так что здесь, возможно, такая ситуация. Это, возможно, ситуация новых отношений. Если вы не в отношениях, ищите себе. Мужчина ранее женатый может прийти, но уже он не женат, потому что это карта того, что было и ушло навсегда. Это карта того, что было и всегда будет. Основание, это звезды. Вы его мечта. Вы женщина его мечты. Это очень хорошо. А вот это, что придет вот-вот на пороге, и здесь дерево жизни. Это очень хорошо. Так что вы для него отдушина, и он для вас. Вы родственные души. То есть, когда вы друг друга видите, вы становитесь сильнее. Вот он, может, вам даже говорит, что ты как-то крыльями не даешь. Это очень хорошо. Ну, а то, что всегда будет, это любовь. Потому что свидание, карта, это о любви все. Так, ваш портрет. Ваш портрет. Смотрите, вы почему-то ребенок. Ваш портрет, да? Вы почему-то в его глазах какой-то ребенок. Кстати, часто очень получается, что в глазах мужчины, женщины почему-то ребенок. А он в ваших глазах. Ну, смотрите, темная лошадка, он в ваших глазах. Это карта тучи. Почему же он в ваших глазах темная лошадка? Вот в чем вопрос. Я уж потом досмотрю это, когда буду добавлять карты, если надо будет. Итак, мечты или страхи? Вы боитесь, что он вас обманывает? Это карта леса. Есть такие страхи у вас, да? Что он вас обманывает? Есть, есть такие страхи. Ну, сейчас мы все посмотрим, что он там решил по поводу вас. Все будет видно. Смотрите, это крысы вышли. И знаете, что может помешать? Ощущение, что вы теряете время. Это ощущение может помешать. Теперь я буду добавлять угловые дома, потому что угловые дома, они показывают выход из положения. И у нас здесь вот вас еще характеризовать карта может солнце. Вы знаете, вы можете быть в нем уверены, потому что вы для него как ребенок и как солнце. Он просто видит вас, вот такую яркую, яркую женщину. Вы ослепили ему глаза, то есть он других женщин даже не замечает, никогда не будет на них смотреть, потому что вы ему просто закрыли ход другим женщинам. Эта карта сильная очень ангельская защита отношений ваших. Вот эта карта солнца. Когда мужчина видит свою женщину как солнце, ему никто другой больше не нужен будет никогда. А кто он для вас с этой стороны? Ну, гора. Хорошая карта на вопрос, кто он для вас. Вообще-то карта гора, как любая другая, может иметь миллион значений. Но раз вопрос, кто он для вас, защита, скала, скала, защита. Хмурый такой, да, серьезный мужчина, защита. Как солдат он себя ведет. Может, он военный когда-то был, или в армии был какое-то время. Или, может, его отец делал ему армию в детстве. Да, он как скала, защита для вас. Интересно. Интересно получается, да. Может, есть чего-то вы боитесь. Вы и так боитесь вот этой лиса и его обмана. И еще и карта развилка. Говорит, что боитесь-то вы скорее, что у него еще кто-то есть. В этом вы боитесь. Ну, давайте мы спросим по карте кольцо. Если там и что-то было в прошлом. Ушло ли это, или еще остались какие-то... Задержалось что-то. Карта букет. Вы боитесь, что женщина, которая была для вас, до вас у него, она была красивая. Вы, наверное, ее знаете. Может, фотографию видели, или знакомы с ней каким-то образом. И вам все время кажется, что она лучше вас. У вас нет уверенности в себе. Абсолютно нет никакой уверенности в себе. Теперь возьмем карту. Итог. Я очень радуюсь, когда хорошее выходит. Но когда выходит что-то не очень хорошее, это лекарство. Всегда есть выход. Вы знаете, высшие силы никого не оставят без помощи. Но когда выходит хорошее, здесь уже и не нужно никаких лекарств давать. Когда вам доктор говорит, идите домой, вы здоровы. Когда лекарства не нужны, это значение хороших карт. Итак, ну вот совет. Смотрите. Бурная жизнь. И у вас, и у него. Жизнь полное приключений. Здесь такая буря идет. Ух ты. Но итог. Это всадник и аисты. Вам видно или я еще? Может, покажу рукой. Аисты и всадник. Встреча, на которой вы решите жить вместе. Но это так все просто. Да, Ленарман? Мы просто читаем как предложение. Вы будете с ним встречаться, и на встречах вы решите жить вместе. Это решение будет окончательно и бесповоротно. Это то, что он решил. Это то, что он решил. Очень и очень хороший расклад. Вот мне эти крысы не нравятся. И эта карта показывает предупреждение. И еще и змея показывается. Ну, понимаете, вы воспринимаете его прошлые отношения как угрозу. Вот и все. Отсюда это все. Предупреждение. Не считайте, что у вас есть враги. Змея – это враг. Не считайте, что у вас есть предатели. Змея – это предатель. Да, в случае. Не считайте, что есть потери, что кто-то его у вас отберет. Потому что скоро будет с ним встреча. И будет верный дом. Вы будете жить вместе и будете счастливы. Так что здесь не может быть и разговора. Вы боитесь, что женщина перед вами. У него была одна-то, точно была какая-то красивая. Но вы же красивее намного. Он же не к ней стремится, а к вас. Он же к вам. Он же смотрит на эту сторону. Это было сзади него. Понимаете? Это было сзади него. Не стоит об этом вообще переживать. Потому что он стремится к вам. Вы думаете, что еще у него есть неотношения? Нет, совершенно. Это все в ваших страхах. В будущем он будет только с вами. И с вами будет счастлив. Почему? Потому что он вас видит как солнце. Как новое солнце в его жизни. Ребенок – это новое. Солнце – это вы. Он вас видит как новое солнце в его жизни. А вы видите его как защитника. Потому что скала, гора – это защитник. Но какого-то хмурого защитника. Однако вы ему не доверяете. Боитесь, что он хитрит где-то. И боитесь, что он вас обманывает. Где-то есть такое подозрение. Я теперь этот расклад убираю. Потому что у меня еще остались карты. Я буду спрашивать другие вопросы. Поэтому я все эти карты убираю. Оставляю как оберег для вас две карты. А это всадник. Всадник. Да, где у меня всадник. Всадник и АСТ. Они будут у нас просто здесь принимать участие. И мы будем продолжать расклад о нем. С ним будут встречи и будет любовь. Мы будем продолжать расклад о нем. Мы видим, что он решил. Он решил с вами встретиться. И чтобы с вами строить семью. Строить дальнейшие отношения. Он очень серьезно настроен к вам. И эти карты были в будущем. Позиция будущего. Правая позиция. Позиция будущего. Поэтому я их оставила. А теперь мы будем смотреть советы. Как сделать так, чтобы это произошло. Он вам напишет скоро. Он вам скоро напишет письмо. Он даст о себе знать. У вас с ним будет встреча. Встреча будет больше какая-то, знаете, деловая. Потому что, вообще-то, семья – это деловая вещь. Если церковь немножко все это дело перепутала, да. Это деловое все. Семья – это деловая вещь. Поэтому будет разговор о том, что будем жить вместе. С вашей стороны срочно нужно что-то знать. Что вам нужно срочно знать? Покажет следующая карта. Что он вас любит. Все очень просто. Вам нужно срочно знать, что он вас любит, обожает. Видите, какие карты, да. Вам нужно срочно знать, что он вас любит. Без слов, да. Гадание без слов. А просто символы, которые по сознанию ваше знает, считывает их, эти символы. Все, что нужно сделать – это расслабиться. Вам обязательно нужно расслабиться. Понимаете, чтобы предсказание сбылось, надо, чтобы вы расслабились. Потому что здесь вышла только что карта рыбы. Что будет в письме? Я спрашиваю карт. Что будет в письме? Его признание в любви. Потому что рыбы – это чувство. В его письме будут признания его в любви. Он вам напишет, скажет, что он вас любит. В этом письме будут такие слова. Я тебя люблю, хочу встретиться с тобой. Хочу строить планы на будущее. Хочу сказать тебе, что ты единственная. Хочу тебе сказать, что я тебя люблю. И мы с тобой будем счастливы. И это срочно вам нужно знать. И в этом нельзя ни в коем случае вам сомневаться. Понимаете? Помните, в предыдущем раскладе крысы вышли. И эта карта крысы показывает, что вам ни в коем случае нельзя нервничать и сомневаться по этому поводу. И смотреть так судорожно расклады, там загадывать его миллион раз. Нужно запрограммировать его и ваш мозг. И это то, что я делаю на этих раскладах. При помощи этих замечательных карт я их показываю большими. Потому что они делают магию сейчас с вами. Очень просто. Все просто и элементарно. Карты программируют вас на счастье. Сейчас мы будем смотреть, что это карта письмо. А что будет в письме, показывает карта внизу. В письме будет его любовное признание вам. Очень просто все. В письме любовное признание. И в этом признании он скажет, что он вас любит, хочет с вами всегда быть. Встречи недостаточно. Его это раздражает. Там нужно где-то место, время искать. Такое все. Он хочет с вами жить, потому что любит вас и принял решение. То есть его решение будет со знаком плюс. Здесь не может быть никаких вопросов. Поскольку расклад такой говорящий, да, такие хорошие карты выходят, что я сделала его скорее, чем я думала даже. У меня время займет. А сейчас мы будем с вами делать советы вашей паре по всем знакам зодиака. Я взяла вишневые сумерки, чтобы сделать советы на свежей колоде. Здесь будет 4 карты для всех знаков зодиака. По стихиям, дорогие, да. Можно посмотреть свою стихию, потом его стихию. И сделать из этого целое предложение, советов. Причем можно смотреть и по солнцу, и по асценденту. Если у вас 6 планет другие, кроме солнца, есть в этих знаках. То есть вначале мы начнем с уважаемых огненных. И как вы найдете карту? Это будет зодиакальный круг. То есть легко. Огненные, земные, воздушные и водные, да. Вот так. Причем расклад, чтобы сбылся, нужно смотреть весь. Фрагментами не получится. Ну это высшая сила, это закон высших сил, не мои законы. Я здесь человек простой. Итак, смотрим для огненных знаков. Вот такой совет. Помните, там карта ребенка вышла вам давно, в самом начале. Вот карты, конечно, гадают. И огненным знаком совет, послушайте. Будьте простой в отношениях с ним. Вы спросите, как себя с ним вести? Как себя с ним вести, чтобы он меня любил? Может, я что-то делаю не так? Да, комплексуете, заморачиваетесь, грузите сами себя. Я вообще не люблю говорить, что вы грузите кого-то. Понимаете? Потому что это даже несправедливо по отношению к вам. У вас загруженная голова. Если мы и грузим кого-то, мы грузим кого-то, потому что по-другому не умеем. Не в вас вина. Вам нужно вернуться к состоянию наивности, простоты, удовольствия в жизни. И просто как дети играют в дочки-матери. Помните, как это было? Ну вот точно так себя вести с ним. И вы увидите, как вы будете с ним счастливы. Просто играть в дочки-матери с ним. Вот так вот просто. Это для огненных знаков. Конечно, шанс дается. Новый шанс, ребенок, новые возможности. Кто не имеет мужчину, ну это вот как, знаете, нельзя не найти после этой карты. Это новый мужчина. Так что если у вас нет мужчины, вы смотрите, новый мужчина. Кстати, мои прогнозы для всех. Вы все равно, всегда что-то для себя услышите. Вы проведете хорошо время с этими пасьянцами моими. Понимаете? Это гадательные пасьянцы. И вы станете счастливее. Уважаемые огненные знаки. Простота в отношениях. Не кручением волос, как написано в Библии, да? А вашей осанкой, вашей энергетикой вы его взяли. Вот этим вы его взяли. Но в других моих раскладах больше об этом. Я всегда стараюсь как можно больше об этом рассказать вам. А сейчас я готовлю карты, уже готовая все, чтобы посмотреть для уважаемых земных знаков. Это письмо. И, кстати, письмо тоже уже выходило. Помните, да? Начнется все с того перемены, что вы начнете переписываться друг с другом. Вы начнете следить за друг другом в соцсетях, переписываться, даже если вы и живете вместе. К сожалению, вы так оба заняты, что даже смотрите больше на фотографии друг друга и смотрите на переписку с другими людьми, чем друг на друга, потому что заняты. У вас жизнь как бы закрутила вас. У него дела, у вас дела. Вот такая закрутка, да, современная. Она мешает. Но будет у вас связь. Все, что вам нужно знать, что не прекращайте связь. Открывайте его письма. Не давайте им залеживаться. Он ждет встречи с вами. Он вас просто заколдовал. И вы у него всегда на уме, на языке и в сердце. Это хорошая карта. Это карта контакта. Так что, уважаемые земные знаки, у вас будет с ним контакт. Все будет у вас прекрасно. Следующая карта будет для воздушных знаков. Карта звезды вышла. Какая вам подсказка, помощь здесь? Звезды исполнения мечты. Ваша мечта относительно него будет исполняться. Вы с ним будете счастливы. Это светлое будущее в отношениях. Это счастье. Это забота друг о друге. Это исполнение мечты. Это то, что вы предназначены судьбой. И это легкая судьба с ним. Потому что она идет по инерции. И инерция со знаком плюс, как на восьмерке жезлов. Инерция, потому что земное притяжение. Вы для него как земное притяжение. Он без вас не может. И, кстати, вы без него тоже не можете. Эта карта показывает. Вы без него никак. Вы дышите друг другом. По карте звезды вы дышите друг другом. И вы будете продолжать дышать друг другом. Следующие знаки это водные знаки. Карта сад вышла. И она говорит, что он вас выбрал раз и навсегда. Потому что он хотел улучшить быт свой и ваш. В вишневых сумерках карта сад такой сад, который требует ухода. Ему нужна женщина, которая бы за ним ухаживала. Он, конечно, это не всегда легко. Не хочется нам ухаживать за мужчиной. А чего мы вдруг должны. Но когда он с вами будет жить, он поймет, что и он хочет за вами ухаживать. Что это обоюдно. Это не в напряг. Это в кайф. В удовольствие. Когда мы заботимся друг о друге. Ухаживаем, спрашиваем, что ты сегодня ел. Как ты себя чувствуешь. Когда мы относимся немножко друг к другу, как к детям. Когда нам не безразлично, что происходит внутри. Духовно. Эмоционально, ментально, физически. Что все происходит с человеком. И он встретился вам, чтобы вы дополнили друг друга. Чтобы вместе вы этот сад убрали. Сделали из него красивый, ухоженный, такой царственный сад. Воистину царственный сад. Это то, что вам предстоит делать. И это будет сделано с удовольствием. Вы будете друг другу помогать, стать лучше. А вообще, любовь на самом деле, в современном понятии. Это помочь другому найти себя. Когда мы делаем все, чтобы помочь другому найти свою дорогу в жизни. Вот это настоящая любовь. А не такая, где зависимая или там еще что-то. Вот так здорово выходит для вас. Такие прекрасные советы вам дают высшие силы. И еще хочу напомнить еще один раз. В моих раскладах так все работает. Если что-то можно поправить. Всегда высшие силы дадут совет. И скажут все возможно. И скажут, как нужно себя вести. И ему, и вам. И какие будут следующие события. Но если бывают тупики у людей полностью. Например, давно расстались. И все равно спрашивают в моих раскладах. Но это, конечно, нереально. В этих случаях всегда расклады показывают новое знакомство. Потому что... Вы заметили? У меня даже мало таких раскладов. Которые называются... По судьбе ли мне новая любовь? Потому что я знаю точно, что по судьбе всем новая любовь. Кто спрашивает это? Я общаюсь с высшими силами постоянно. Я знаю, что высшие силы хотят для нас только счастье. И раз вы отождествляете счастье с новой любовью, безусловно, высшие силы дадут вам новую любовь. Поэтому если там какой-то тупик полный, да? И вы все равно спрашиваете о том мужчине. Расклад может показать нового мужчину. Расклад может показать... Хей, давай, смотри сюда, в эту сторону. Поэтому в моих раскладах я говорю вам не зацикливаться. Не стараться, не так бешено задумывать его. Отпустить. Посмотреть на красоту карт. И тогда вселенная проникнет в ваше подсознание. И сделает нужные коррекции в вашем мышлении. Излечит те раны, которые можно излечить. У вас, если есть раны из прошлых отношений, из прошлых жизней. Родовые раны, детские раны. Все это излечится. И для тех, кому нужно, будут новые отношения. Для тех, кому возможно исправить здесь, будет показано, как исправить. Дорожка к любимому. И так далее. Вот так работают мои расклады. Я иногда рассказываю все, чтобы вы знали. Я убираю. Можно посмотреть еще раз те фрагменты, которые вам интересны. Потому что мои расклады, они очень-очень концентрированы. Они всегда правдивые. Всегда очень точные, четкие. Правдивые, потому что карты правдивые. Я сама себе комплименты не делаю. Не думайте. Карты правдивые. Поэтому сейчас происходит у нас литургический сбор расклада. Это такой ритуал, который необходимо сделать. Я кладу женщину назад в колоду. Я кладу мужчину назад в колоду. Я перемешиваю карты. И у меня такая колода разделенная. У меня есть две колоды. Вишневые и лиловые. То есть на самом деле четыре. И я всегда держу их раздельно в одной колоде. Вот так. В смысле в одной коробочке. У меня две такие коробочки. Здесь я держу их раздельно, чтобы вы могли просмотреть себя на отдельных колодах. И у меня есть одна смешанная колода. Там, где все 36 плюс 36 перемешаны. Кладываю назад в коробочку. Если я вам помогаю и мои расклады действительно делаю так, что вы стали более оптимистичны, расслабляетесь лучше. Но это дорогого стоит, да? Потому что есть расслабление вредное. Например, алкоголь, наркотики. А есть полезное расслабление. Мне кто-то, когда напишет, вы мой наркотик. Но не нужно так писать. Это плохое слово. Оно, коннотация плохая. Потому что там не то. Я делаю расклады. Это безвредный, можно сказать, безвредный наркотик. Который не затягивает. И у него нет всяких побочных явлений. На самом деле это не так. Расклады на картах мои. Они вас расслабляют. И тогда высшие силы программируют вас же. Вашими же руками на счастье. Потому что символы на картах, они магические. Да? И я просто беру карты. И рассказываю вам. И у меня есть много очень опыта, чтобы их читать. Да? Это все, все лишь только у меня есть. И все свои таланты, вот, и свой опыт я использую, чтобы вам помочь. Потому что бесплатно все в общем просмотре. Если у вас есть желание, можно, конечно, поблагодарить. И понимаете, благодарность вы делаете для себя, а не для меня. И это лайк может быть. Может быть разговор в комментариях. Может быть то, что вы поделитесь моим видео с кем-то. А если вы хотите пойти дальше и есть возможность раз в месяц послать несколько долларов. Я буду очень благодарна вам. Потому что таким образом вы становитесь меценатом моего канала. Поскольку это канал блоговский. Он не реклама услуг. Я не принимаю лично. Это блоговский канал. И меценаты приветствуются. Но меценат обычно это делает для себя. А не для того, для кого он меценат. Понимаете? Для себя. Поэтому если вы хотите в кайф такое сделать для себя, пожалуйста, сделайте. Я буду счастлива и благодарна вам. И для себя самой же вам в благодарность. Я печатаю там эксклюзивный просмотр ритуалов. Потому что я не могу остаться неблагодарной. Это необходимо сделать. Я знаю законы вселенной. Законы вселенной такие. Мне что-то дали. Я должна обязательно тоже дать людям добро. Тоже помочь. И в общем, в общих раскладах все время помогаю. Можно сделать вот такое денежное спасибо у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Там получить от меня эксклюзивный просмотр какого-то интересного видео или ритуала. И если кто-то решит это сделать, я очень и очень благодарна. Если у вас нет такой функции или вы не можете это сделать, я вас умоляю. Я ничего не выпрашиваю. Я просто пытаюсь быть элегантной и сказать спасибо тем, кто желание такое проявил. Я только для этого это делаю. Рассказываю это все. И то в конце видео с короговоркой. Если вам это все не интересно, я надеюсь, вам будет интересно хотя бы лайк поставить. Потому что, опять же, это вы делаете для себя. Вот я преподаю Ленорман. У меня есть 12 курсов, если знаете. Там на канале тоже можно приобрести уроки, если есть желание. Я с удовольствием буду ждать вас на моих следующих видео. Всем добра, счастья, любви. Всего самого лучшего. Пока.